Пусть, я теряю контроль. Ты слышишь меня? Он неуправляем. Я ничего не могу сделать. Сцепление выходит из строя. Нравится. База, база. У скитальца проблема. Они попали в болт. Высота 8 тысяч. 7. 6 тысяч. Скиталец в G6. Пусть меня придавила. Я не могу достать до кнопки катапультирования. Пусть, придётся тебе нас вытаскивать. Я не могу достать до кнопки катапультирования. Жми! Я пытаюсь. Давай, давай, быстрее. Следи за куполом кабины. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами снова я, Камелот G. Катапультирование – лучший способ испытать своё тело на прочность. Иногда люди при этом гибнут или теряют конечности. Руки-ноги отрываются или гнутся в дугу. Рассказывает капитан Даррен, пилот военно-воздушных сил Соединённых Штатов Америки. Я лично стал меньше ростом. Был 174 сантиметра, стал 172. На 2 сантиметра короче. Дело было в тренировочном полёте в Вирджинии. Я пилотировал F-15Е, американский истребитель Esquire. На борту были я и мой стрелок Красти. Идём на бреющем с высокой скоростью. И вдруг вижу, справа промелькнул стервятник. Тут же машину сильно встряхнуло и раздался взрыв. Эта птицу засосала в двигатель. Через пару секунд хвост и правый борт оказались в пламени. Начинаю набирать высоту, но машина не поддаётся и заваливается на правое крыло. Надо сваливать. Сообщаю по радио своему ведомому, чтобы держался подальше. И даю команду покинуть самолёт. С обеих сторон кресла по ручке. Дёргаю за них. Механизм срабатывает. Отстреливается стекло кабины. Теперь совсем шумно. Ветер хлещет. Взлетает заднее кресло. Красти выбросился. Остаюсь в машине один. Кажется, на целую вечность. Хотя прошло меньше секунды. Стискиваю ручки. Глаза закрыл. Весь напрягся. Знаю, сейчас такой лунопарк начнётся. Слышу, ведомый радирует диспетчерам, что мы вынуждены катапультироваться. И вылетаю из кабины сам. Даже не знаю, как это описать. Сидишь в кресле, которому пределана ракета. И стартуешь из самолёта, который летит со скоростью 480 км в час. Да, к креслу действительно пределан ракетный двигатель. Он выпихивает тебя из самолёта и ещё метров 60 проносит по воздуху на реактивной тяге. В общем, набираю высоту с ускорением в 22G. Если сравнивать с аттракционами, то там максимальное ускорение составляет 2G. Чувствую себя так, словно во мне полторы тонны весу. Ноги, спина и задница оттяжелели. Ускорение вжимает меня в спинку кресла. Пытается согнуть в дугу. Вынуждает уткнуться лбом в колени. Такое ощущение, будто на тебя наваливается куча врагов. Бьют кулаками. Тянут во все стороны сразу. Чувствую. Ремешок шлема врезался в подбородок. Шлем прямо срывает с головы. Кожа на подбородке лопнула под давлением изнутри. Я аж застонал. И тут, как и полагается, кресло подбрасывает меня в воздух. Я впервые открываю глаза. Вижу. Кресло улетает. Автоматически раскрывается парашют. Скорость падает. Стропы сильно дергают меня за плечи. Дальше лечу плавно. Весь процесс, с момента, когда я дернул за ручки, до раскрытия парашюта, продлился секунды 3-4. Открыв глаза, поискал глазами Кристи. Вон он спускается на парашюте. Смотрю в другую сторону. Горящий самолет втыкается в землю. Как назло, около единственного дома в этой дикой горной местности. К счастью, никто не пострадал. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На этом все. С вами был я, Камелот Джи. Хороших боев, хороших союзников. Не теряйте веры, друзья, и помните. То, что вы делаете во времена величайших испытаний, может быть вашим величайшим триумфом. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok